Всем привет! Вы знаете, я два года назад была на Эйфлешке, год назад, и вот в первый день выступали всегда очень крутые спикеры. А я, ну как, я вот сижу как вы там, среди зала, да, ну просто как участник, и всегда была в шоке от таких званий. А сегодня я, заметьте, один старший золотой, второй в открытии старшего золотого. На следующий год я тоже так буду. Да, потому что не может быть так, что я сегодня здесь стою. По идее, я должна была выступать завтра. Вот, сегодня мне такую честь оказали, и это классно. И вот пока я слушала двух девчонок, тоже себе план писала, у меня все вот по-другому переделось, потому что Ульяну послушала и поняла, что я Ульяну за эти два года видела чаще, чем мою самую близкую подругу. То есть я Ульяну видела три раза на Эйфлешке, на банкете директоров и в Валенсии. Пять раз. Круто, да? Ленку я не видела два года уже, танцуете, подругу. Вот, послушала Настю, поняла, что я хочу сейчас просто позвонить Лене, сейчас закончится семинар, выйду, позвоню Лене, потому что я хочу ее видеть в своих бизнес-партнерах и хочу, чтобы она тоже сюда приехала. Понимаете? То есть вот это две важных вещи, которые сейчас для себя вынесла, пока вас слушала. Что я хочу про себя сказать, да? Вот два года назад я здесь стояла на сцене, и я была менеджером 15%, вновь открывшимся, очень быстрый рост был, затриктолога, все круто. Я говорила, да-да-да, я на следующую рефлешку приеду, звонить директора. Нифига. Вот, не получилось, потому что не пошло. Почему не пошло? Потому что вот у всех есть свои методы, да? Сейчас слушаю Ульяну, она говорит, я работаю велносом, я работаю какими-то сессиями и так далее, да? Мне нравится визаж, мне еще что-то. Мне, к сожалению, ни один из этих методов не подходил. Я не интересуюсь визажом, мне не интересны сессии, то есть я их могу сделать, да, потому что это надо. Но это мне не доставляет удовольствия. А я все-таки считаю, что человек должен заниматься тем, что ему доставляет удовольствие, да, чего ты должен получать кайф. И вот я искала-искала эти методы, к сожалению, их найти не могла. Я уже так, ну так, рукой уже, наверное, махнула, думаю, наверное, все-таки не судьба мне, да, вырасти в рефлей. И мы решили, какое-то такое новое вдохновение у нас пришло, да, сделать онлайн-проект. У нас классный проект у Ребинар, да, здесь, кстати, сегодня очень много девчонок, вот я вижу, Олеся, там, девчонки с нашего проекта, мы их, может быть, ну, с кем-то первый раз видимся за все это время, это круто. Вот. Но это уже отвлекаюсь. И мы сделали этот проект тоже, так, знаете, сказали, вау-ва-вау, сейчас все будет круто, я думаю, вот это мое, блин, опять не мое, проект классный, все работает классно, но что-то вот меня опять не прет, что-то мне не хватает. В общем, думаю, я думала, и попала волей, так, судьбы, да, в Валенсию, на золотую конференцию с Наташей, да, в качестве спутника. И я очень много слушала семинаров, да, их, естественно, было много, очень все внимательно слушала, слушала, и в какой-то момент, вот просто в какую-то секунду у меня сложились пазлы, вот знаете, как так, тык-тык-тык-тык, и картинка, и я поняла, что я хочу, как я хочу, и чего мне не хватает. Я приехала с Валенсии, закрылась на месяц дома, и сделала то, что я хочу. Я предложила нашим лидерам, да, это сделать. Все поддержали меня, ну, многие, во всяком случае, мы сделали новое, скажем, такое движение, да, новую ветвь нашего развития онлайн-бизнеса, и он пошел. А какой? Что, что? Вы знаете, я этим готова делиться, вот сегодня на посиделках, еще на чем-то, потому что очень сложно рассказывать, да, какие-то все там методы, их очень много, ну, какое-то активное направление, скажем так. Вот у меня оно было пассивное, мы предложили более активный путь, наверное, искать бизнес-партнеров, скажем так, а не клиентов, да, проще. И с 1 октября я начала работать, у меня был групповой товарооборот 460 баллов, да, то есть 6 процентов, и в третьем каталоге я уже открыла 22. То есть за 5 месяцев я сделала вот такой вот большой рывок. Я считаю, что это круто. Да, я причем не одна такая, да, она лезет, сидит на меня, смотрит, она тоже сделала такой же. Такой же рывок, да, вместе с нами, но она об этом вам расскажет завтра, свои какие-то впечатления. Но что я хочу сказать, что самое главное в нашем бизнесе, мне хотелось рукой-то махнуть, хотелось уйти, хотя вот это вот понимание бизнес-модели, что ничего другого-то в жизни нет интересного, потому что, ну что, идти на работу, вот здесь в Рязани средняя зарплата 20 тысяч рублей. У меня слишком хорошие мозги, чтобы я хотела продать за 20 тысяч рублей. Не готова. То есть вот мне жалко просто продавать свой мозг и свое время за 20 тысяч рублей. Ну честно скажу, да, считая себя умным человеком. Открывать свой бизнес нужны очень большие вложения для того, чтобы этот бизнес работал. То есть это реально нужно. Много денег, чтобы приносил какой-то хороший доход. Нет у меня столько денег. Соответственно, вот этот вариант, он меня не может отпустить-то спокойно. И так, и так, и так, и вот наконец-то все пошло. И я, конечно, меня вот сейчас спрашивали в Москве, сейчас об этом тоже расскажу. Когда вы собираетесь закрыть директора? Я говорю, вы знаете, у меня вообще в планах не написано. У меня написано, когда открыть золотого. То есть у меня нет такого закрыть директора. Я хочу быстрее золотого открыть. И, соответственно, вот что я получила, да, за это время? Естественно, новую команду. Вообще, раньше было там 2-3 ключевых партнера, сейчас их десятки, да, людей, которые хотят работать, которым ты помогаешь развиваться. Естественно, радуешься за их успехи. А сейчас вот наша команда Москва-регионы меня пригласили на обед с руководством компании и другими растущими лидерами нашего региона. Я была поражена. У нас 10 человек у нас было. 9 из них это молодые девчонки, то есть до 35 лет. Половина из них молодые мамочки в декрете, вообще классные. Все из разных команд. То есть, да, вот я одна там из команды Хвостовых, там еще такие, 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 всякие разные команды. У всех разные методы работы. Офлайн, онлайн, неважно, кто как работает. В общем, мы там 4 часа общались и пришли к выводу, что любой метод работает, если им работать. Вот и все. То есть, неважно, кто как работает. И меня, я хотела вам сегодня это рассказать, поразила там, находилась женщина, ей было, ей есть, наверное, 52 года. Она из Брянской области, она сидела в этом ресторане, нас пригласили в элитный шикарный ресторан в центре Москвы, называется он «Мята». И она говорит, я первый раз в жизни в ресторане, ребят, первый раз в жизни. У меня 8 детей, 8 детей. Я живу в деревне, у меня 8 свиней, 5 кос, 10 гусей, 20 куриц и так далее. Она говорит, и вы поймите, что если бы не вот эта возможность работать онлайн, я бы никогда бы не была бы в этом ресторане. И вообще в принципе. Потому что, ну, нет возможности. Очень бедная семья, 8 детей, сами понимаете, какое-то свое хозяйство, которое помогает только выжить. То есть, ну, то, что себе на пропитание. И она, естественно, с такими горящими глазами, она уже находится в открытии, в открытии какого, не помню, золотого, по-моему, директора, то есть, квалификации. Это круто. То есть, вот мы смотрим на нее, она нам рассказывает свою историю, это шикарно. То есть, вот такие перспективы нам дает онлайн-бизнес. И я поняла, что я, возможно, тоже кого-то найду, таких людей, кому дам вот эту перспективу, понимаете, у кого ее нет вообще никакой. Вот кто живет в маленьких там городах, деревнях, да, что они могут? Ну, ничего. А вот пришла женщина, 52 года, ей же помогло это, да? Она смогла научиться этому. То есть, это круто. Вот, то есть, я была в восторге от этой женщины, да, и сегодня вам об этом рассказала. Дальше, что еще хотела сказать, вот, про семинары. Если я вам говорю, что вот я была в больнице, да, слушала, и мне где-то что-то ёкнуло. Всем вам советую всегда ходить на семинары, на вебинары. Если вам говорят, слушай, посмотри, обязательно посмотри. Возможно, вы что-то для себя услышите и увидите. То, чего другие не увидели, понимаете? То есть, это обязательно делать. Вот, чего вы смеетесь, а что сейчас услышали? Что-то для себя, наверное, уже услышали, да? Да, но это правда. Вот я каждый раз слушаю, да, иногда там что-то не цепляю. Но какую-то одну мысль всегда на мне цепляется в моей голове. Естественно, что, как Настя сказала, ее надо записывать. У меня в Валенсии там три блокнота было исписанных, потому что я сидела, записывала, записывала, записывала. Мне все было интересно. То есть, это нужно. И хочу еще что сказать, что сейчас такое интересное время, да? Ну, понятно, что интернет, мы все очень развиваемся. Нужно быть гибкими. То есть, если вы хотите быть успешными, нужно быть гибкими. Потому что вот неделю назад я вела вебинар, я говорила, надо делать то-то. Прошла неделя, я понимаю, что уже то не работает. Уже надо делать вот так. То есть, настолько все меняется, настолько меняется ситуация вокруг, что все, что было раньше, это сейчас не работает. Если вы видите, что у вас сейчас что-то не работает, поменяйте это, попробуйте что-то другое. То есть, пока вы не найдете то, что работает, у вас результата не будет. Но если вы только увидели, что у вас что-то пошло, все, берите это и делайте. И не надо ждать там спонсоров, кто вам что скажет. Методов куча, всяких разных. Ключ к успеху один. Рекрутируй, сопровождай. Рекрутируй, сопровождай. Как ты это делаешь? Куча всяких вариантов. Бери любой, который тебе близок и который тебе комфортен. То есть, ты хочешь переписываться, переписывайся. Хочешь общаться голосом, общайся голосом. Пожалуйста, возьми для себя то, что тебе комфортно. И тогда ты будешь себя, естественно, реализовывать. То, что тебе будет хорошо. Что еще хотела сказать? Что сейчас, может быть, кто-то заметил, какой-то происходит там спад, стагнация такая у нас может быть в бизнесе. Это не спад, это не стагнация. Это такой период, ну, не совсем продажный. Все знают, лето, это все на природе, еще где-то. То есть, это не спад. Я как продажник, я всю жизнь работала в продаже. Всегда четко понимали, что есть продажный сезон, есть непродажный сезон. Дачный. Да, дачный. В непродажный сезон. Ну, ты же не уходил с работы, да? То есть, ты же не закрывал работу и уходил на три месяца там домой сидеть. Нет. Ты также работал, но что ты делал? Нарабатывал базу. То есть, лето это тот период, когда ее надо наработать. Самое главное, чтобы люди, которые к вам зарегистрировались, активировали свои номера, чтобы они закрепились в вашей структуре. И с осени вы начнете с ними работать. То есть, если у вас сейчас там, не знаю, потенциал там 3000 баллов, осенью, значит, это будет 7. Если у вас сейчас 5000, осенью это 10. Если у вас сейчас 10, осенью это 20. То есть, ваша задача сейчас наработать свой потенциал, с которым вы дальше будете работать. То есть, не надо это время думать, что у вас сейчас какой-то спад произошел, да? Или что-то все плохо. Да у вас все хорошо, вы развиваетесь, у вас все будет отлично. Вот. Ну, что еще хочу сказать, что очень часто мы не применяем те вещи, которые нам дает Арифлейн. Я уже недавно, да, вот, по-моему, Генни тоже говорила, что, говорю, я вот на себя не применяла поездку в Сочи. Я думала, ну, как бы она есть, но это же не для меня. А сейчас я понимаю, что это для меня, потому что я на нее уже 100% поеду, да? Мне только в 8 каталоге подтвердить, и все. Естественно, что я подвяжу, и я уже еду в Сочи. Плюс на наш, опять же, филиал Москва-регионы меня пригласили на эксклюзивный семинар в Калининград на 5 дней. То есть, который делается только для региона Москва-регионы, и туда едет всего лишь 100 участников. То есть, меня пригласили, я сейчас в июле полечу еще и на Балтийское море на 5 дней. То есть, это круто, но я к себе это не применяла. Есть программа Автобонус, все ее знают, да? Ну, как бы крутая программа. Я сейчас вижу в своем инфлисте новую графу с расчетами, сколько надо кушек, сколько мне денег потом за это заплатят. Я уже просчитываю, сколько это будет денег. Но почему я это раньше не применяла? Потому что я не соотносила с собой. То есть, я находилась на более низком уровне и думала, что это кому-то там дают, но не мне. А сейчас все дают мне, деньги дают мне, еду я, все делаю я. То есть, на банкете, естественно, тоже буду я, но уже там, когда закроюсь. Поэтому воплощайте все к себе, смотрите, какие вам дают возможности, и все это примеряйте к себе. Вот Настя сказала, визуализация. Вот надо, я сама, у меня в этом есть проблема, сейчас послушала, записала, думаю, все, приеду домой, все тоже завизуализирую, что есть я хочу. Потому что я срочно хочу быть золотым директором, хочу на лайнеры ехать. Вот. Вот и все, наверное. Наташа, я уложила свои 15 минут, да? Хорошо. Так что растите, приходите ночью на посиделки, и я вам расскажу какие-то уже другие пищечки. Спасибо.